Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Вы, как всегда, на канале Семья на чемоданах. И да, мы в полном составе, просто ребятишки бегают. Мы продолжаем наше большое путешествие по Таиланду на машине. И в этом выпуске наша дорога и новые города, новые поселки, новые виды. Посмотрите, в какой мы красоте. Но об этом чуть позже, ребятки. Ночуем в шатрах. Смотрим кемпинги. Все как мы любим, друзья. Ставьте лайкосики. Пишите комментарии. Не забывайте про наш телеграм-канал по ссылочке в описании. И погнали в новый выпуск. Сижу, доделываю выпуск, который вы уже, скорее всего, посмотрели. Если не посмотрели, посмотрите. И Настенка подходит ко мне с отличным вопросом. Что ты спросила? Ты где? Ну, я говорю, типа, завтра же ехать. А куда? Давай решать, искать, куда мы завтра едем. Да, это коротко о нас, как мы подготавливаемся к путешествиям. Мы реально не знаем, куда мы едем. У нас просто вот цель туда вот, ехать в сторону Пхукета. А куда именно? Где мы будем завтра останавливаться? Сколько километров мы проедем? Что смотреть по пути? Мы ничего не знаем. Полиция не знаю. Мы просто не знаем. Мы новая, короче, мы на самом деле новые путешественники. У нас стиль, знаете, как называется? Не знаю, куда еду. Нет, travel-импровизация. Вот так вот. Но сегодня все узнаем. Быстро завтракаем и собираемся. Да, как всегда. Представляете, мне нужно сколько времени, а мы до сих пор не знаем вообще, куда поедем. Мы вчера забронировали жилье, а в итоге оказалось, что приложение неправильно считало даты. И мне выдает на одну ночь. Мы думали на две. Потом окей. Подумали, хорошо, пусть будет на одну. Но сумма высокая там. Две четыреста, по-моему. Ночь. Ну, нам чисто переночевать. Зачем нам бы отдавать такие деньги. В общем, ребятки, представляете, уже утро, и мы до сих пор ничего не забронили. Так-то можем только мы. Елочку мы решили оставлять здесь. Конечно, очень жалко, но ее никуда не забрать. А вот беленькие игрушечки на елочку мы решили забрать. Они места много-то и не занимают. Получилось забронировать. Ага, все, бронь подтверждена. Необычное жилье мы в таком никогда не жили. Такая интересная палатка, то ли шатер. Короче, сейчас заедем, все покажу. Традиционно перед каждым новым путешествием нужно мыть машину. Сейчас заедем на мойку. Посмотрим заодно, сколько здесь это стоит. Я любитель самомоек. Я здесь уже присмотрел одну такую мойку. Вот, заедем, помоем, потому что машина достаточно испачканная уже. Покрылась всякой пылью, голубиными пометами. Вот, ну и в салоне песка тоже много. Все-таки здесь пляжи-то песчаные. Так, где-то вот здесь, вот, прямо на этой улочке, была у нас какая-то оранжевая автомойка. Главное не проехать. Мы на мойке. Как они выглядят? Вот. Надо сейчас быстро перевести, что где. Ну, это вода, спрей. Ладно, сейчас разберемся. Единственное, что вот есть воздух у них, а вот пылесоса нет. И мойки, кстати, вообще не закрываются какими-то ширмами. То есть все будет лететь в соседнюю машину. Ну, получается, вот в соседнем боксе есть пылесос. То есть вот то, что нужно. Сейчас сначала тогда помоем машину, да? А потом уже в соседний бокс передвину ее, чтобы все пропылесосить. У меня, как всегда, 7 пятниц на неделе. Решил, что нужно сначала все-таки здесь все пропылесосить. Видите, сколько песка? Надо от этого избавляться. Потому что дорога дальняя. Во, сколько песка. Сейчас быстренько машинку обслужим. И можно будет двигаться в путь. Во, капец. Не знаю, сколько стоит. Попробуем с минимальных, наверное, денег. 20 бат закинем. Хотя вот можно здесь и монетки закидывать. Так. Ой, это еще там 20 минут, а, или 20 бат. Ну, поехали, посмотрим, как у нас это все случится. А куда нажимать? Вакуум. Ой, пошла жара. О, сейчас все с песочек. Сейчас будет как новая у нас машина, ребяточки. Вот так вот. Ой, вы видали? Ладно, вы видели до, покажу сейчас, как будет после. Ну, вот по салону все. Красота вообще. Сейчас коврики осталось помыть. Ну, и кузов, потому что он голуби наградили нас пометом своим. Ну, и пыль сбить, потому что вон она, видите, какая уже грязненькая. Я не знаю, везде так или не везде, но конкретно на этой мойке нету специальных прищепок, чтобы зацепить коврики и нормально их помыть. Придется их как-то вот так мыть. Ну, ладно. Я вот закинул 20 бат. Не знаю, вот это пена или не вот это. О, нет. О, вот это. О, господи. Что это за херня? Это что, прикол, что ли, какой-то? Блядь, а как ее мыть-то тогда? Ой-ой-ой, да, очень. Ну, ладно. Такой еще огромный минус. То, что нету никакой щетки на мойке, никакой губки, что нельзя как бы качественно, знаете, все это дело. Пену намылить, размылить. Вот, ладно, пусть хоть так стекает. Ладно, смываем. Ну, вот. Здесь хотя бы напор хороший, как надо. Ну, вот, смотрите, теперь другое дело. Не та мойка, конечно, как я хотел, да, чтобы прям вообще все-все-все отмыть. Но, по крайней мере, голубиного говна теперь на мне нет. А этого очень хорошо. Ну, теперь вот на чистенькой машинке можно отправляться дальше путешествовать по Таиланду. Машину мы, кстати, брали у классных ребят MaxRandCar, которые находятся в Баттайе. Контакты ребят я оставляю там в описании. Обязательно, кому нужна машина, обращайтесь к ним. А подробный выпуск, как мы брали и как вообще выбирали их, я также прикреплю. Гляньте. Ну, а мы поехали дальше. Вот, собственно, мы и собрались. Вот кому интересно. Вот с такой вот кучей вещей мы двигаемся. Ну, по сути, это на самом деле мало. Просто единственное, неудобно, что это очень много штучного, так сказать, товара. По сути, лучше взять один большой чемодан и все сложить в чемодан. Но когда из Таиланда полетим, мы именно так и сделаем, потому что таскаться вот с этим всем барахлом вообще не хочется совершенно. Коляска здорово выручает нас этой мелочевкой. Мы в нее половину вещей складываем и везем. Теперь это все барахло, надо очень аккуратненько запихать в машину. Вот так вот битком мы выдвигаемся. Ну, поехали навстречу новым приключениям. Поднялся для того, чтобы оставить ключи здесь в номере. Обожаю самозаселение. Просто оставляешь ключи, выключаешь свет, закрываешь дверь и уходишь. По пути хотим заехать на одну смотровую прикольную. Ехать на нее нам 3 часа 325 километров. Поехали. Когда ты папа троих детей и мальчишки уже осваивают плотную компьютерные игры, то путешествуешь уже под песни из игр Майнкрафта. Да? Вот мы сколько едем, да, уже пару часов. И по сути нет ничего интересного. В этом плане путешествовать на машине по Шри-Ланке гораздо интереснее. Там гораздо богаче природа. А вот как только уходишь с основной трассы, то сразу природа начинается. Вот видите, пальмочки какие, прям джунгли, леса такие плотные. Да, вот здесь уже вот красиво. Это мы как раз сейчас сделали отворот на ту смотровую площадку, на которую хотим добраться. В общем, у меня такой лайфхак. Хотите природы, то нужно просто свернуть с трассы в сторону моря. И вот, пожалуйста, смотрите, как зелено здесь. Клево. Ананасы растут. Вот, пожалуйста, плантации. Вот так вот, видите, как красиво. Едем в каких-то дебрях, вообще совершенно одни. Но здесь, по крайней мере, вот картинка красивая, да? Как из фильмов. Клево. Да, вот эти скалы высоченные. И, кстати, был еще указатель на кемпинг. Вот я не знаю, если мы еще кемпинг посмотрим, то еще будет очень прикольно. Мы добрались, ребята, и посмотрите, как здесь красиво. Красиво. Здесь уже потрясающий цвет воды, вот который прям нужен. Гляньте, как это смотрится. Вот здесь вот кемпинг. У них даже типа елка наряжена. Видимо, здесь кто-то клево встречал Новый год. Вот такие всякие флаги. Гляньте, какой цвет воды. Наконец-то мы его видим. Ура. Беседка. И вот она смотровая. Вот он пошел. Проход туда по лестнице. Вот сюда надо подняться. Я, конечно, подрастроился, потому что идти далеко и сложно. С Мирошкой явно не пойдем. Но вода и пляж вообще потрясающий. Да, в эти бухты, если заезжать, если все бухты изучить, это, конечно, клево. Вот это я понимаю, настоящее путешествие. Вот так вот на пляже кисть с красивым видом. Едим арбуз, бананы. Мирошка, ты чего? Иди, мама даст. О, характер. Все быстро перекусываем и, наверное, пойдем искупнемся. Пользуясь случаем, да, вам немножко покажу, как выглядит этот кемпинг. Вообще, на минималках простой, но самое важное, да, что здесь, пожалуйста, есть природа. Потрясающее море. Вот прям идеальный цвет. Есть трекинговый маршрут сюда. Я думаю, что там есть тоже какие-то трекинговые маршруты. Здесь беседочки. Здесь есть, вот, пожалуйста, душевые кабины. Умывальники. Вот покажу, да, как здесь удобство выглядит. Вот душевая кабина и вот туалеты. Вот такая вот здесь история. Я думаю, так, что люди здесь вот собираются, пожалуйста, в этих беседках. Все очень так сделано, я не знаю, в стиле хиповском таком. Это здесь так вот сел, лежачки, гамачки. Я вот так вот наслаждаюсь, что-то прекрасным видом. Вот елка такая у ребят. Здесь прикольная вообще, смотрите, как смотрится, да, из строительной сетки. Электричество есть в каждой беседочке. Тихо, спокойно. Есть каяки, можно каяку взять покататься. Хэппи бар. Здесь, видимо, тусовки. Но что-то сейчас не функционирует. Здесь вот одна женщина ходит. И, по сути, больше никого и нет. Но здорово. Как вам такой кемпинг? Ну, а я так понимаю, что это именно палаточная история. Сюда приехал, поставил палаточку. И все. Вот качельки, пожалуйста. Такой вот кемпинг, ребятки. Прямо на берегу моря, где вообще просто сумасшедший цвет воды. Белый песочек. Классный ветерочек. Лежаки из бамбука сделанные. Хэппи Ньюэ, хэппи бар. Вот, пожалуйста. Видимо, здесь вот была тусовка в Новый год. И с тех пор все, видимо, уже наотмечались. И пока ничего не функционирует. Но людей нету. Но пляж, ребята, бомба. Вообще не сравнится, конечно. Вот в Хуахине нет такого моря. Хотя вот это тоже Сиамский залив. Вау. Вообще потрясающе. Ребятки, мы отправляемся дальше. Очень рады, что смогли показать вам кемпинг. Показать такое вот, что здесь есть море. Это, кстати, вообще классно. И локацию этого кемпинга, вдруг вы захотите остановиться здесь с палаточкой или покорить вот эту гору, я оставлю в нашем телеграм-канале. Поэтому самое время отсканировать код или перейти по ссылке в описании и подписаться на наш телеграм-канал. Представляете, мы едем, и я такой резко говорю, смотрите, какая Буда огромная. Обалдеть. Это, смотрите, сейчас появится, просто сейчас обалдеется. Статуя с размером просто горы. Мы такого вообще никогда в жизни не видели. Да не Будда. Ну да. Это монах какой-то. Целый парк. Это монах какой-то. Это монах какой-то. Это монах какой-то. Это не Будда. Какой-то мужик будет. Это прикольно. Красивый парк. Показать. Это был мужик. Красивый парк. Это монах какой-то. Он не был. Он был. Он был. Он был. Он был. Он был. По-деревенски, деревенские домики, настоящая тайская жизнь. Естественно, у них самохозяйство, коровы, ананасы и так далее, и тому подобное. В Таиланде, кстати, очень крутые дороги. Вообще вот асфальт потрясающий. Вот мы сейчас выехали из этой такой сельской местности и попали на дорогу, которую новую строят. Тоже будет спид-ровод, ну типа скоростная, да? Пучу английский. А дальше вот будет сейчас уже не очень участничек. Так, заезжаем на заправку. Сейчас будем заливать полный бак. Здесь, кстати, 95-й стоит 35-21. А я заливал в последний раз, вообще по 50 бат залито. Мы сейчас почти уже на лампочке доехали. Ну так, два деления. Сейчас посмотрим, насколько зальется. Мне кажется, ну 1000 бат точно будет. Представляете, ровно 1000 бат вышло. И еще дали вот в подарок бутылку воды, представляете? Насенка, на, держи. Вот это я понимаю подгон. Ладно, все, двигаемся дальше. Ну вот здесь бак на 32 литра, наверное, или 35. Вот хватит нам на 562 километра. Все, двигаемся, заселяться. Вот здесь пляжная линия, вдоль нее кафе стоят. Палатки мы увидели, не успела снять. Быстро проехали. И прям стояночки можно прям, вот видите, парковки и стояночки. Можно подъезжать, и даже палатки стоят на берегу прям. Эй. Да. Очень все. Вот, может, прям вот сюда вот завернуть. Да, может он завернуть, и вот так даже прям стоят. Но красные флаги сегодня везде стоят на море. Это значит, что опасно купаться на самом деле сегодня. Вот кемпинг нарисован в палатке. Поэтому людей, кстати, нет сегодня нигде. Везде стоят эти красные флаги. Мы доехали. Сейчас, чуть позже покажу, значит, территорию. А пока вам покажу рум-тур. Представляете, мы будем жить в шатре. Обалдеть можно. В шатре. Смотрите, заходим. Я вас приглашаю, значит, на рум-тур. У нас такая территория. Здесь есть столики. Здесь можно чай, кофе попить, да? Так, там не знаю, что. Но вот, давайте, пойдемте. Слушайте, ну такого жилья у нас еще не было. Просто он такой необычный. Я говорю, давай в шатре переночуем. Давай, Мирошка, запускай папу. А можно, а можно... Здесь такой, знаете, темненький свет. Но классно заключается в том, что здесь все новенькое. Вот, пожалуйста, постельное белье, полотенчики, кроватки. Все новое. Две кровати, но они очень широченные. Что супер, нас встречают вот тут вот с водичкой. Есть еще даже дополнительное место, пожалуйста. Вот, диван. Здесь можно даже еще спать. Папа, на Wi-Fi не спать. Wi-Fi вот, походу, висит. Вот, кстати, ночью здесь не ходите, а я... Здесь, значит... Мне кажется, здесь кто-нибудь заползти может. Здесь, значит, кондиционер стоит, вот дует, прекрасно. Также есть просто вентилятор. А на эту сторону вот так вот выходишь, расстегиваешь этот тент. Вот так вот джигс, вот так вот джигс. Вот, и здесь у нас проход уже в ванную комнату. Сейчас вот покажу вам. Хоп. Вот так вот, бам. Туалет. Раковинка здесь вот можно будет умываться. И, собственно, сама душевая комнатка. Ну, все чистенько, аккуратненько. И самое главное, что очень и очень необычно. Ну, прикиньте, как они прикольнулись и сделали. Так, посмотрим, что у нас здесь. Ничего. Так, вот реально, вот смотрите, пожалуйста, шатер. Вот так вот в палаточке, в шатре, да, мы поживем. Точнее, просто переночуем одну ночь в Таиланде. Вот она территория. У нас, видите, самый такой большой, семейный получается. Шатер мы идем, ливчики висят, говорят, а, заржалагеря, декорейшн. Вот, здесь вообще поменьше. Ну, вот у каждого такой же проход в туалет. Есть на территории бассейн. Детский бассейн, у нас буквально 50 метров море. Что ж, сходим. Большой бассейн для взрослых. Здесь также шатры. Здорово. Здесь есть кухня. Есть летний душ, летний туалет. О, у Милочки, вот площадочка есть. Здорово, да? Помогите ему, бассейн, покрасень. Здесь Wi-Fi есть. Вот центральная, получается, кухонка, где можно воспользоваться холодильником. И раковинками себе что-нибудь приготовить. Наверное, так работает. И еще раковину. И еще туалет. Так, двигаемся дальше. Небольшая детская площадка. Ты его чуть покачай, пожалуйста. Ну-ка, не сильно. Есть парковка. Машину оставили. Вот еще площадка. Видите, все собираются, сидят, кокосы растут. Надпись Welcome. Так, ну вот здесь в кемпинг заезжаешь. Вот, пожалуйста, с рюкзачками, ребята. И вот кухня, бар. Она говорила, там со скольки-то работает. Можно его, пожалуйста, брать. А, вот Breakfast Time 05.45 до 9. Дайнар Тайм 06.30.20. А, ужин можно взять? Ну, видимо, да. Так, и вот бар. Можно без проблем все покупать. Есть даже мороженое. И кот в подарок. Но, но, но. Вот, можно лапшу. Потому что от города он расположен далековато. Мне кажется, километров 7, наверное, надо будет ехать. Но зато очень близко к морю. Очень красивое, конечно, место. Здорово обустроили. Да, и вот кокосы растут. Город, где мы вот сейчас остановились, называется Чумпхон. Отсюда вот ходят, видите, паромы, значит, на Кох, Кохтау, на Панган, на Самуи. И можно вот сюда при помощи паромов вообще перебраться, между прочим. Это мы от Кокина вот так немножко, что ли, приехали? Ну да, завтра нам надо ехать немного. Вот суратани какой-то есть. Так, сейчас быстро возьмем вещи, переодевашки и пойдем на море. Мало того, что хозяйка юморная, да-да-да, она заселяла меня, так она еще и на английском со мной болтает. Вот подошла француженка на французском, болтает. Мы в шоке, Вася, мы в шоке. Вообще в шоке. Взяли вещички, пойдем сейчас быстро переоденемся и пойдем. Ну, хочу сказать, неплохо на самом деле, учитывая, что мы вот прям действительно переночуем в природе, нет никакого бетона рядом. Посмотрите, здесь вот просто идет дорога, да, и вот эти вот высоченные кокосовые пальмы, и там уже море. Правда, как идти к морю, непонятно. Вот здесь тропинка. Смотрите, как круто живут люди, вот просто прям на пляже. Смотрите, какие там красивые острова, горы, скалы, песочек. И мы одни просто, вы представляете, ребята, мы одни. Здесь, кстати, нужно быть предельно внимательным, потому что с пальмы падают кокосы. И если прилетит на голову, то все, кона сразу же. Нужно поближе к морю держаться. Смотрите, вся береговая линия, никого вообще. Потрясающе. Настенка даже ждать меня не стала, сразу пошла заходить, представляете? Надо срочно ускориться. Мы побежали. О, тепленько. Наконец-то. Ай? Наконец-то. Наконец-то. Да. О, поплывай. Среди пальм. Смотрите, как со стороны моря видно. Вот это вот выглядит, да? Вот эта роща пальмовая. Потрясающе. Вот нету таких картинок ни в Хуахине, где мы были, ни в Бангкоке, ни в Паттайе. А вот здесь вот есть. Гляньте, как классно. Вау. Вон там острова, 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 острова. Где-то, кстати, вот должен виднеться вообще вот этот остров Самуи. И вот сюда должно, по идее, видно быть. Давненько, ребятки, мы так на самом деле не купались. Вот чтоб вот так вот, посмотрите, у нас сейчас будет здесь закат. Солнце будет закатываться за гору вот эту. Теплющая водица. Мирошка вон ныряет. И самое главное, что это безлюдный пляж. Вот когда мы хотели в Таиланд, мы хотели такого. Вот как на Шри-Ланке. Ты приходишь на пляж, и никого. И вот эта потрясающая картинка невысоких зеленых гор. Вот это вот сочетание, да? И вот эти пальмы кокосовые. Ну гляньте, ну это же просто... Это просто картинка. Вот это вот я понимаю. Здесь вот видите, можно взять чай, кофе, муравьи в подарок, сахарок, липтон, попить, горячая вода. Клёвенька, Клёвенька, очень чисто, что вот видите, вот даже это, босиком ходишь. Молодец, вообще очень круто сделала. Здесь вот я как говорил, можно вон, значит, заказать. Угу. Покушать. Есть это картошка фри. Сеники нормальные, вот. Фрайд. Эк, жареные яйца, две штуки. Завтра и позавтракать можно. Мы, значит, завтра здесь и позавтракаем. И молоко взять можно. Так, это тысячи кинг-поу. На агентсе есть. Слушай, ну нормальные цены, так-то по идее? Нормальные цены, но... Омлет. Смотри, кисло, я хочу рыбу, я хочу жареную. Какая забота, видите, нам зажгли от москитов, потому что они здесь есть. Вот вроде еще не закат, да? Ну как, плюс-минус, да? Будем попшикаться. Вот, видите, говорит, попшикайтесь обязательно. О-о-о. Да, надо попшикаться всем, иначе закусают. Заказали мы, сейчас будем ужинать. Мы посмотрели, здесь до города 30 с чем-то километров ехать. Я думаю, да ну нафиг сейчас, на ночной рынок столько ехать, зачем это надо? Здесь вот покушаем. По 100 бат наши порции, 80 для Мирошки. Там какие-то наггинсы, по-моему, насенка заказала. И красота. И сытый, довольный, отправимся спать. Наши дети настолько кайфуют. Вот они попали в свою ауру, где вот есть басики, можно бегать по территории. Стоят безлимитные чаи, можно наливать. Сахар лопать безлимитно, беспалево, пока папок с мамкой не видят. То есть играть с кошаками. Это вот их такая история, что все. Вот смотрите, смотрите, смотрите. Смотрите, бежит. Ты можешь тоже взять свой пакетик чая. Нам тут, видите, потихонечку все накрывают. Мирошки принесли еду. Давай, Мирошка, наяривай. Сейчас тебе напишут, как можно наггинсы есть. Постоянно, каждый день. Три раза в день. Да, Мирошка, скажи, каждый день, да? Сколько я еду? Сейчас осталось только из машины взять нашу кружечку. Кстати, ребятки, наш авторский мерч приобретайте обязательно, потому что мы сейчас партию заказали. И уже в этом году мы будем полностью переделывать. То есть вот сейчас то, что есть, мы распродадим. И все, ссылка, наш мерч будет там в описании. Вот, как видите, у нас кружечки красиво выглядят. One love, собственно, то, что сейчас и происходит. Машину припарковал, пошел в палатку спать. Мальчишам заказали любимый рис с курицей. А, тут тарелочку несут. Ага, спасибо. Спасибо большое. Это Мирошки отложите. Это Мирошки. Но теперь наша очередь. Это жареная лапша с курицей. Выглядит очень круто. Как тебе, Настенок? Настенка, вообще, говорит, здесь прям такая домашняя кухня. Живешь, кайфуешь, никуда не ездишь. Рядом вкуснейшие пляжи. Ванька, все нам, приятного аппетита. Вот вы нас даже, наверное, не поймете, насколько же мы скучаем по вот этой атмосфере кемпингов. Когда мы без машины. Вот серьезно, вы не представляете. Я не знаю, вот сегодня, слава богу, я все-таки забронил имена. Эти апарты, апарты, эту палатку. Ну и серьезно, круто. Садет еще прикольно. Да, такого у нас еще не было. Кто там, сынок? Кто там, Мироша? Эти комариски. Это комары, сейчас все съедет. Все, ребятки, будем завершать этот прекрасный видеоролик, который получился в нашем стиле, даже независимо от того, что мы в Таиланде. Но единственное, мы сами не раскладывали только палатку. За нас его кто-то поставил. Как вам выпуск? Как вам кемпинги? Пишите в комментариях. А еще напишите, как вам этот пляж. Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал, QR-код и ссылочка есть в описании к этому видеоролику. Завтра отправляемся дальше. Кто не подписан, прямо сейчас подписывайтесь. И давайте путешествовать вместе. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok